Приветствую последователей 4-летнего путешествия, с вами Боб Лукас здесь в Нью-Йорке, вещающий для вас из Station 3. Сегодня 20 ноября 2023 года, я надеюсь, что у вас всё в порядке. К следующему месяцу данной серии выпусков исполняется 5 лет, и я надеюсь, что она вам очень нравится, так как мне их делать для вас определённо приятно. Это весело, это мощно, но веселье, я думаю, в этом новом цикле только лишь начинается. Сегодня у нас по плану будет обсуждение целого набора различных тем, одну из которых я поднимал 2 месяца назад, где я говорил о возможном приближающемся страхе, который, конечно же, пока не материализовался. В общем, я хочу с вами поговорить о состоянии недоверия, которое образуется на ранней стадии бычьей фазы, ранней фазы. Это недоверие, которое оставило на участниках так много накожных шрамов, а также боли, которые ассоциируются с уходящим медвежьим рынком. Так что мы были с вами в этом состоянии недоверия, и я думаю, что многие люди, в большей степени розничные инвесторы, сейчас это испытывают, и я полагаю, что ваш биткоин и всех остальных биткоин забирали институционалы путём накопления, предвкушая то, что, на мой взгляд, станет позитивным объявлением об ETF, которое случится довольно скоро. Конечно, это не гарантия, поэтому я поговорю о негативном компоненте, то есть если ETF отклонят. Также мы поговорим о вступлении, что, я полагаю, уже происходит, в состоянии осознания четырёхлетнего цикла. Так что это, кстати, именно о том, что люди в конечном итоге согласились с идеей того, что мы вступили в бычий рынок, а самые крепкие и упрямые медведи всё-таки начинают капитулировать. Я думаю, прямо здесь и прямо сейчас. Так что для нас, кто снова зашёл на самом дне, будет очень важным играть единственную важную роль для нас на протяжении всей оставшейся части цикла. Именно то, о чём и были всегда данные серии. О том, как справляться с этими эмоциями, как путешествовать по рынку в свете огромного количества волатильности, что нас ждёт. Я хочу поговорить с вами и напомнить об этой роли, в том, чтобы смотреть на это сквозь умозаключение, вне зависимости от того, как оно может выглядеть и куда может привести. Нам, очевидно, необходимо иметь план для этой игры, по которому мы можем справиться с тем, в чём мы с вами находимся. И, конечно же, то, что нас ждёт впереди, на что может похож быть этот цикл. Например, левосторонний цикл, как мы видели ранее. На что всё это может быть похоже, и рано ли об этом говорить, или уже можно. Всегда хорошо об этом помнить, чтобы установить определённые ожидания, и чтобы план игры был всегда под рукой. Что ж, будем придерживаться плана, и начнём наш разговор со страха, который не случился. В последнем видео я показывал графика биткоин на недельном таймфрейме. И после формирования того, что мы называем низом недельного цикла, цикла, который обычно имеет продолжительность в 6 месяцев, и мы увидели идеальное, обычное падение после первого, хорошего, 4-х месячного движения с низомедвежьего цикла, это то, что мы увидели прямо перед этой свечой, и начало 4-х летнего цикла. Замечательное, хорошее и чистое начало, которое определённо нам помогает ходлить и сидеть комфортно, находясь в своих позициях. И мы наблюдали с вами то, как биткоин вырос с 17 тысяч полным ходом до 31, после чего произошло 9-недельное снижение, что было очень ожидаемо и обычно для биткоина. Да и вообще любые классы активов проходят через приливы и отливы внутри каждого цикла. После чего мы с вами пришли вот к этому циклу. Уверенное, сильно июньское движение на тестирование этих вершин, которое в итоге не смогло сделать восходящий верх, в результате развернувшись, в то время, когда мы не должны были видеть этот разворот. В общем, в последнем видео я сделал предупреждение о том, что по мере того, как мы движемся вниз вот этого диапазона, тестируя июньские низы, выглядит, по крайней мере, для меня возможным, что мы с вами увидим нисходящее движение к концу года, может быть, к отметке в 19-20 тысяч долларов. Для себя я держу в голове эти нижние цели. Единственное, на что я указывал в большей степени, чтобы приготовить нас к ситуации, если произойдет такое движение еще ниже, вам не следует продавать свою позицию. Вам определенно не нужно продавать при 25-26-27, и определенно вам не нужен паник сел на падении. Ведь мы это уже видели в прошлом биткоина. Иногда ему присуща экстремальная волатильность, и когда он падает на 20-30% за очень короткий период времени, даже самые преданные и наиболее дисциплинированные держатели биткоина иногда завершают капитулированием или продают, поддавшись панике. Особенно по причине того, что в тот момент не было явных подтверждений начала бычьего рынка. Многие были в глубоких сомнениях и заходящих спекуляциях в летний период, особенно из-за образования двойной вершины, породившей огромное количество комментариев в Ютубе и Двиттере. Так что было логичным предположить о том, что, возможно, нас ждет падение, о чем я вас предупреждал, но вместо этого рынок показал нам ранний разворот, сформировав низ недельного цикла раньше, прямо здесь, перед стремительным взлетом, около 5-6 недель назад. И от этого диапазона в 26 тысяч, прогрызаясь через диапазон, выросший на апрельских вершинах и июльских вершинах, буквально вот в этой точке, я думаю, и был забит гвоздь в медвежий гроб в момент, когда сформировались новые верха 2023-го. Хотя в этот момент я был более чем уверен, что бычий рынок четырехлетнего цикла уже начался и зашел раньше. Но я думаю, что это послание рынкам прямо здесь, прогрызаясь через октябрь, было тем, что четырехлетний цикл фактически снова начался, начался новый бычий тренд, который движется выше. И таким образом, для держателей четырехлетнего цикла, это все закончилось довольно хорошо. Но были ли у нас какие-то либо тесты вот этого уровня в 17 тысяч долларов? Да не было никаких значительных тестов. Возможно, самым серьезным тестом был в начале марта, когда мы основательно спустились с 25 до 19 тысяч. В остальном, это было довольно комфортное и стабильное движение вверх, в котором нашим участникам должно было быть несложно оставаться в своих позициях, особенно потому, что мы зашли в цикл вовремя и хорошо. А цена с того момента увеличилась больше, чем в два раза. Пока все пытались понять, что происходит, опасаясь рецессии и медвежьего рынка, мы взяли и спокойно зашли в позиции, на которых теперь и сидим. Понимая, что у нас будет происходить изменение характеристик, мы пройдем через серьезные и не единственные испытания, ожидающие ходлеров, и поэтому нам необходимо будет выработать план, чтобы выстоять эту волатильность. Но что означает быть в состоянии недоверия цикла? И что это значит для институционалов, забирающих ваш биткоин? Что ж, на ранних стадиях четырехлетнего цикла, очевидно, что новый четырехлетний цикл всегда начинается буквально из пепелища, из самого худшего в медвежьем цикле, с финальной капитуляции, которая подходит к самому концу цикла, медвежьей фазы. Мы видели это здесь, во время финального падения FTX, мы также это видели, во время цикличного движения цены, как вы видите. У нас было движение с 19 тысяч вниз к 5, ушедшее в боковик. Бум! А это финальный гвоздь, что оставляет после себя огромное количество шрамов на коже, оставляя людей как бы в оцепенении, как оленя на дальний свет фар, в их ожидании купить, но не в состоянии, из-за той боли, которую они испытали в прошлом цикле. Но очень важно понять, что циклы, как только они начинаются, в конечном итоге преимущество дают только ранние входы. Но люди, застряв в прошлом, во взгляде на зеркало заднего вида, смотря на то, что произошло, вспоминая страдания, становятся теми, кто обычно не могут смотреть вперед и осознавать, что природа рынков — это движение цены вперед. Так что на это уходит много времени, чтобы к этому прийти и в итоге принять то, что все-таки рынок развернулся, и начался новый цикл. И для того, чтобы это произошло, необходимо значительное подтверждение цены. И именно в этом и есть стадия недоверия. Начальная стадия — движение с этих 16-17 тысяч, когда все находятся в ожидании еще одного падения после этой 7-8 недельной консолидации в декабре. Конечно, в этот момент происходили повсеместные банкротства, развивалась ситуация с FTX, а у многих средства оказались заблокированными на разных биржах. Ситуация выглядела ужасно. Но, конечно же, обычно все циклы после прошествия худших дней приходят в порядок по завершении так называемого понятия «кровавых улиц». И это именно то, что было и у нас, и то, что закончилось. И даже этот ранний поворот с 17 тысяч напрямую к 21, а затем к 25 спустя 2-3 недели, просто оставил людей за бортом, не способных купить. Но как только они решились купить, вероятно, их стряхнуло вот это движение вниз, произошедшее в марте. Затем были вот эти две свечи, и перед тем, как мы все поняли, биткоин вернулся к 28-29 тысячам, и даже к 30, а люди ощутили невозможность зайти в сделку. Затем рынок приподнес сюрприз буквально каждому. Вот здесь, в период с апреля по октябрь, где в большей степени мы двигались в боковике, а рынок все рубил и рубил. Люди пытались зайти, выйти, зайти, выйти. Их бросало, их кидало. Все перемешалось. Что, конечно же, оставило людей в размышлениях о ФРС, поднимающей процентную ставку, и о возможной или вероятной рецессии. И, конечно, буквально каждый говорил о кривой доходности, а каждый ютубер об инверсии этой кривой. И каждый боялся покупать биткоин. А затем бум, он ушел выше. А теперь, я полагаю, то, что сейчас происходит, очевидно, ожидающие одобрения ETF, и даже их возможные одобрения, имеющиеся в настоящий момент, конечно же, вызвали покупки и множество интереса. Мы это видим в открытом интересе в традиционных торговых биржах, таких как, например, CME, где рынок опционов имеет огромное количество интереса в открытии позиций, опережая возможное одобрение ETF. Так что, на мой взгляд, институционалы — это те, кто как раз сейчас и покупает, в отличие от предыдущих циклов, в которых заправляла розничная толпа. Складывается впечатление, что, например, большой объем Binance, где обычно торгуют розничные клиенты, был как бы вторичным, он не двигал рынок, а интерес все больше сокращался. Так что, насколько я понимаю, это было вызвано значительными закупками компаний, основанных в США, что не дает розничным участникам каких-либо ясных возможностей зайти в позиции. Конечно же, я знаю, что большинство открыли позиции, очевидно. Надеюсь, что мои американские подписчики загрузились по полной на 17 тысячах. Но? Но в большей степени похоже на то, что я слышу и по окружающему настроению, в социальных медиа, да и вообще в целом, что у людей есть сложности в заходе в позиции, думая, что цена слишком высока. Или, по крайней мере, ожидая откат цены для того, чтобы более комфортно осуществить покупку. Но во время сильного бычьего рынка этот рынок иногда не предоставляет такой возможности. Продолжая двигаться, и двигаться все выше. И похоже, что сейчас именно такая ситуация. У нас есть эти 5-6 зеленых свечей, и мы движемся выше, мы находимся в состоянии осведомленности, оставив недоверие позади. И я думаю, что сейчас никто не может поверить всерьез в то, что мы находимся в медвежьем рынке. Ведь это сейчас просто возмутительная позиция. Хотя я знаю, что некоторые есть. Но сейчас у нас появилась вершина впервые за 16-17 месяцев в текущем новом 4-летнем цикле, которую яснее представить невозможно. И в этой фазе осведомленности люди начинают хотеть купить, откупая падение, при наличии очень сильного ожидания в одобрении ETF, которое уже видно впереди, что удерживает рынок на высоте. И даже консолидация, направленная вверх. Что для меня говорит о том, что рынок может, и вероятно даже хочет, двигаться еще выше, продолжая данное движение, оставляя людей позади. Но, как мы знаем, с классом активов, таким как биткоин, волатильность всегда поджидает за углом. А 30-процентное падение возможно и может произойти за всего лишь 72 часа. Легко. И как держатели четырехлетнего цикла, мы это знаем. Ведь наш план — удерживать не только многие месяцы, но и многие годы в течение четырехлетнего цикла. Так что эта волатильность является всего лишь возможностью, которая, как мы знаем, может появиться совершенно в любой момент. Но давайте поговорим о влиянии ETF. Очевидно, что влияние уже произошло. Оно вызвало значительное количество покупок, которые сейчас происходят в преддверии одобрения. Теперь, у меня нет ответа, будут ли они одобрены или нет. Но очень у немногих ответ есть. Но рынок ощущает, то будут ли одобрены ETF или нет. И обычно, с таким большим количеством поступающих традиционных и институциональных денег, у меня складывается ощущение, что мы с вами увидим одобрение в следующие 4-8 недель. До наступления самых крайних дедлайнов. По крайней мере, это мои прогнозы на кофейный гуще и то, что говорит рынок, и то, о чем говорит нам цена. И люди говорят, не является ли это событие так называемым «продавай новости», не включает ли уже это цена. Я думаю, нет. По ряду причин. Во-первых, если мы посмотрим то, где мы находимся в 4-летнем цикле, на этом месячном графике, который, кстати, идеален для движения по этому сценарию. Буквально самое лучшее, что только можно себе представить. Сейчас прошло от 9 до 10 месяцев спустя окончание последнего 4-летнего цикла. Так что мы сейчас находимся в самой привлекательной фазе 4-летнего длинного цикла. То есть попутные ветры остались позади этого рынка. Так что когда вы видите экстремально позитивные новости, что-то вроде одобрения ETF, которые ведь создаются уже 10 лет, мы прошли через эти рассказы о появлении ETF за эти циклы много-много раз. Но если они в этот раз действительно появятся, и то, что этот раз отличает от предыдущих, то, что в прошлом, в 2020, в 2017, а также и в другие периоды, когда мы много говорили об одобрении ETF, я не думаю, что общая точка зрения рынка была направлена на принятие ETF так искренне, как это происходит сейчас. Если сейчас мы посмотрим на некоторые традиционные финансовые медиа, например, на CNBC, то увидим, что настрой и взгляды направлены в сторону биткоина не только у аналитиков и ведущих, а буквально у каждого, кто приходит на эти программы. Осталось очень мало биткоин-скептиков. Большинство настроены, по крайней мере, нейтрально или очень позитивно. Но, конечно, это и потому, что они видят выгоду и для себя. Традиционные компании, институциональные компании. Но это также распространяется и более широко на обычных людей. И думаю, что сейчас биткоин достиг уровня информированности и уходит от как бы мошеннических интернет-денег, притягивая взоры буквально каждого к тому, что, да, в какой-то степени это разумно. Я это понимаю. Он пережил циклы бума и спада 3-4 раза. Так что он легален. И причина, почему я об этом говорю, в том, что окружающая среда подготовлена. Если эти ETF будут одобрены, то за этим последует приток капитала, что позволит управляющим активами и институциональными консультантами убедить своих клиентов для вложения части их средств в биткоин. И это будет происходить. Так что видение того, что они будут одобрены, также, я думаю, означает, что за этим последует реальный и значительный приток в эту территорию биткоина. Что, конечно же, поможет это только растить. Конечно же, у нас образуется в какой-то момент довольно скоро значительное событие волатильности, которое приведет к большому спаду. Я не думаю, что это произойдет в момент самого одобрения, а считаю, что более вероятный сценарий — это если мы увидим одобрение, то биткоин сформирует еще одну очень и очень большую свечу, идущую дальше и достигающую короткой и среднесрочной перспективе довольно значительную зону перекупленности. И в этот момент, возможно, через 2-3-4 недели после одобрения ETF, биткоин, вероятно, сформирует вершину в краткосрочной перспективе, откатится на 30%, встряхивая всех, а затем возобновит аптренд этого бычьего рынка 4-х летнего цикла. Итак, на недельном графике это может выглядеть, например, так, от этого уровня еще одно продление, аналогично тому, что мы видели за последние 6-8 недель, возможно, с небольшим падением за это время, приводящее нас к моменту одобрения, но хорошее и значительное движение, скажем, до 46-48 тысяч, 30% движение на 10 тысяч долларов отсюда, по крайней мере, не станет для меня сюрпризом. Как я говорил, попутные ветры остались позади биткоина. Обсуждение на месте мы, в общем-то, завершили с предыдущим медвежьим рынком, а сюрпризы в этом рынке будут направлены вверх. Так что хорошее, уверенное движение вверх-досюда, за которым последует откат и первая хорошая встряска 4-х летнего цикла, я думаю, очень вероятно в настоящий момент. Но что делать дальше? Что ж, я надеюсь, что вы немедленно скажете, что я ничего не буду в этот момент делать, ведь поездка по 4-х летнему циклу не предполагает, что вы будете трейдером. Она предполагает, что вы зайдете как можно ниже, что мы уже сделали, повторюсь, на 17-19 тысячах, как мы и сделали в прошлый раз. А далее, он предполагает, что вы будете сидеть в своей позиции и двигаться вместе с ней, игнорируя даже моменты, когда вам кажется приближение спада очевидным, игнорируя это искушение продать. потому что в очень мощном бычьем цикле вам может показаться, что вы хорошо видите этот рынок, вы хотите улучшить вашу позицию, пытаясь поднять этот экстра биткоин, потому что он растет, или же испугаетесь потерять эту большую видимую прибыль. И вот тогда, возможно, вы и сделаете критическую ошибку. И под этим я имею в виду моменты, когда рынок не оглянется и продолжит, продолжит и продолжит двигаться до того момента, что, если вы продали, у вас не будет или будет маленькая позиция, и все кончится тем, что вы покупаете снова, не в состоянии удержаться, в виде как биткоин растет на 30, 40, 50 процентов за короткий период времени, и это именно тот момент, когда образуется локальная или среднесрочная вершина. И этим побуждением вы должны сопротивляться, желанием трейдить рядом с вашей позицией. Ведь в конечном итоге это того не стоит. Мы с вами ждем прибыли внутри цикла, если он идет, как и предыдущий цикл, что выводит, необходимость этих попыток трейдить данную позицию за скобки. Вам не нужно иметь великолепную стратегию покупки внутри всего цикла, если вы смогли зайти рано, как мы и сделали, и если вы зашли близко к дну, то вы обошли всех, тех, кто ждет подтверждений, кто ждет бычьего рынка, кто зашел в 24-25 тысяч и трейдит вокруг этого уровня. Но вы всегда все равно будете впереди. Так что вся эта красота заключается в том, чтобы купить, держать. Мы делаем от 5 до 7, может быть, 8 транзакций за 4-х летний цикл, а вы берете и наслаждаетесь своей жизнью, при этом с возможностью, надеюсь, получить отличную прибыль от этой целостной стратегии. Окей, но что произойдет, если ETF не одобрят? Что ж, я думаю, это будет серьезной новостью, если ETF не одобрят. Потому что сейчас происходит довольно много сдерживаемых или нарастающих действий, связанных с ожидаемыми одобрения ETF. Определенно, я думаю, что с этого диапазона у отметки 25 тысяч до вот этого уровня это ожидание одобрения. И если мы увидим отказ, я думаю, мы увидим довольно резкую распродажу. Но я не думаю, что вам следует продавать даже в этом случае. ведь если ETF одобрят, то не думаю, что в конечном итоге произойдут изменения того, как мы закончим четырехлетний цикл. Кто-то может не согласиться, сказав, что отказ будет лучше в целом для экосистемы биткоина. Ведь это лучше, когда биткоин останется в руках у вас, у меня или другого обычного парня, находящегося в личном кошельке, ведь именно таким биткоин и должен быть. Я думаю, что в целом это может быть воспринято как позитивная новость, но, конечно же, все равно это приведет к короткосрочной боли, возможно, даже к движению вниз продолжительностью в 3-4 месяца. Я думаю, что нижняя граница этого предыдущего диапазона в 24-25 тысяч все-таки обеспечит нам поддержку, ниже которой мы не пойдем. Но не заблуждайтесь, короткосрочная боль все-таки случится. Или же среднесрочная боль, которая будет вызвана отказом СЕК в одобрении ETF. Но если мы с вами посмотрим на предыдущие циклы, это все может значить лишь то, что мы снова вернемся на наш путь по чему-то похожему на это. Цикл 15-17 годов, являющийся самым чистым циклом, который мы видели. И сейчас мы очень во многом его повторяем. То, как мы начали этот цикл, напоминает мне очень многое. те движения, которые мы с вами наблюдали в 2015 и 2017 годах. И отказ в одобрении ETF может, конечно же, отправить цену в сторону диапазонов 25 тысяч, прям под 10-ти месячную скользящую среднюю, затем в какую-то консолидацию, но все же, я думаю, даже в случае отказа, у биткоина остается импульс внутри 4-х летнего цикла, и он находится на стадии роста в этой очень и очень долгосрочной перспективе. Я думаю, что он по-прежнему может восстановиться и продолжить, и все у него будет в порядке даже в случае отказа. Также это может значить, что одобрение ETF произойдет через год или через два, и возможно точно во время, когда его и будет ожидать 4-х летний цикл при подходе к своей вершине в этом диапазоне 30-38 месяцев, как вы видите, обозначенным на этом графике. Какие есть варианты? Сначала повторюсь, что я считаю, согласно моему видению настроев, происходящих на рынке, я думаю, что ETF будут одобрены. И если он будет одобрен, то он откроет возможность формирования тезиса об образовании левостороннего цикла, о котором я говорил много раз. Итак, я положу воедино стадию осведомленности вашу роль, а также то, что впереди, для подведения итогов видео и того, что нас ждет. На самом деле, то, что впереди, в теории, это четырехлетний цикл, зеркально отражающий предыдущие циклы. И если мы с вами посмотрим на то, что происходило с предыдущими циклами, то, конечно же, предыдущие циклы ни в какой степени не гарантируют то, что мы с вами увидим что-то похожее в этом цикле. Но все-таки стоит представлять себе в какой-то степени картину, то, что потенциально может нам показать цикл, особенно тот, который как бы отражает циклы 2015 и 2017, или даже в меньшей степени вершины 2018, 2020 или 2021, который все же не был с ужасными результатами, по крайней мере. Эти два цикла, если они отыграют, указывают нам от 200 тысяч до 900 тысяч долларов за биткоин для следующего цикла. Конечно, нужно помнить и об уменьшающихся прибылях, ведь в последних двух циклах мы наблюдали прибыли меньше, чем в предыдущих циклах. Так что, не забывая об этом, возможно, цели станут около 120-130 тысяч. Но дело здесь в том, что есть два момента. Первый, мы никогда не узнаем, где будет вершина цикла. И не важно, что вам говорят ваши любимые онлайн-аналитики, каким бы ни было их предсказание цены, это все равно, что кидать дротики дартс в мишень. Мы не знаем. Но я в большей степени сосредоточен на двух сценариях. Неважно, увидим ли мы или нет повтор права развернутого цикла. Но они повторялись очень последовательно. 33-35-35 месяцы приводят нас к концу 2025-го, то есть через два года. Если этот цикл отыграет так же, как отыгрывали предыдущие три цикла, то это значит, что перед нами почти два года бычьего рынка. Это очень и очень продолжительное время для вас, чтобы оставаться дисциплинированными и терпеливыми с вашими позициями, сохраняя вашу цель, я об этом говорил очень ясно в течение предыдущего цикла, с целью, заключающейся в том, чтобы оставаться в вашей позиции и сосредоточиться на этом прямоугольнике сверху, когда придет нужное время в течение следующего цикла. И это самая легкая часть. Но, конечно, нет ничего легкого в том, чтобы оставаться в позиции, в которую вы зашли по 3 500 или более недавно по 17 000, наблюдая, как теперь биткоин торгуется в диапазоне 100 000 и, вероятно, даже 200 000, прыгая на 5 000 или 7 000 в течение дневной свечи. Это не будет легко. Вас захлестнут эмоции во время будущих видео, но прямо сейчас это цена, а мы будем пытаться укрепить нашу стратегию и наш план, чтобы понять, что мы увидим волатильность, мы увидим, как будут развиваться дела в будущие два года. Вероятно, по крайней мере 4-5 раз, когда биткоин будет падать на более чем 30% за короткое время. И то, как вы отреагируете на эти 4-5 моментов волатильности, будет крайне и экстремально важно для результатов, которые вы увидите в конце цикла. Ведь вы можете сделать всего лишь одну ошибку и потерять довольно много биткоинов, продавая слишком рано, покупая высоко в момент образования локального верха. Вас может трясти, вы будете злы на себя за то, что делали эти вещи во время начатого полета. В итоге ваша стратегия оказалась забыта, и вы начинаете инвестировать быть в состоянии тильт, используя терминологию покера. Вам не следует это делать. Вы рано зашли, но если вы не зашли рано и зашли немного позже, это не важно. Это все еще пока довольно рано. Это всего лишь плата за опоздание. Но вы все еще зашли хорошо, и ваша цель прокатиться по циклу. Единственная здесь разница может быть в случае одобрения ETF. То, что они могут привести такое фомо, которое может разогнать этот месячный график вверх быстро, резко и рано. И я думаю, что здесь есть возможность того, что если мы увидим за очень короткий период времени движение биткоина вверх и образование исторического максимума значительно раньше халвинга или же в середине этого четырехлетнего цикла, то для меня это станет наиболее сложным сценарием, чтобы инвестировать или торговать. Так как это окажется не в ожидаемом окне, аналогично тому, что было ранее. Поэтому видеть биткоин в течение будущих нескольких месяцев, например, вот здесь 48 месяцев, то есть в четверхлетнем окне, то есть если возьмем период в 24 месяца, мы окажемся в ноябре следующего года. Это середина цикла. И мы ожидаем увидеть биткоин прошу прощения. поставлю сюда стрелку. Так что здесь биткоин не должен образовывать новую вершину выше этого диапазона в 70 тысяч до этой ноябрьской вершины. в предыдущих циклах на это ушло и вот в этом цикле на это ушло 26 недель 26 месяцев чтобы добраться до вершины. А в этом цикле на это ушло 23 24 прямо в середине. Это буквально грубо говоря примерно где биткоин и должен делать новую вершину внутри цикла. Если мы это получим значительно раньше перед Халвингом например скажем в феврале или в марте 2024 на 14 16 месяц от низа то это будет слишком побыще это будет слишком быстро это будет означать профиль взрывного движения или же лево повернутого цикла. Но повторюсь сейчас пока слишком рано даже беспокоиться об этом. Мы об этом будем беспокоиться скажем где-нибудь в январе если увидим эту вот текущую свечу может быть в следующем месяце в декабре приближаясь к 49 к 50 как раз когда я думаю ожидается одобрение ETF. Но также нам следует увидеть и это стряхивающее волатильное движение в последующий месяц в январе стряхивающее и возвращающее людей на землю затем возобновляя более привычное движение но если мы взлетим до 50 тысяч а в последующие месяцы значит в 65 а в последующие месяцы значит и до 100 тысяч долларов в этом примере то это будет очень сильно характеризовать цикл как левосторонний но также это сделает все очень сложно потому что мы не знаем ведь мы пока в 6 месяцах до этого так что скажем где-нибудь летом следующего года на 200 или 250 тысяч мы не знаем где будет вершина этого цикла это будет сложно гораздо лучше если будет цикл с образованием большого и мощного фома повсеместной бычьей мании вот в этом окне ведь тогда будет гораздо проще сделать предположение что финальная часть бычьего цикла наступила так что мы за этим посмотрим внимательно в следующих видео а пока еще рано чтобы что-то говорить и предполагать реакцию на возможное одобрение ETF это будет очень важный момент в определении будет ли этот цикл левым или правым но с учетом того что предыдущие три цикла размещались идеально в нарисованном паттерне мы этого же будем ожидать если в этом цикле это не произойдет я думаю в следующем цикле это случится точно нас ожидает полная переделка всего имеющегося нарратива но это не поменяет процесс четырехлетнего цикла для биткоина люди говорят однажды ему придет конец четырехлетнему циклу биткоина не может прийти конец ведь он лишь отражает действие цены и что буквально нам это говорит то что каждые четыре года у нас происходит смыв и во время смыва неважно что происходит в районе этого таймфрейма 26 или 27 это произойдет вопрос больше в направленности цикла то есть когда образуется вершина если она будет раньше то буквально это значит что нас ожидает ужасный медвежий рынок то есть если вершина будет раньше середины скажем на 20 22 месяце или даже в середине на 24 месяце то в отличие циклов когда у нас было 12 месяцев 12 месяцев 13 месяцев а затем спад то теперь ведь повторюсь четырехлетние циклы завязаны на низы то теперь у нас будет 24 месяца то там где раньше у нас был 12 месячный медвежий рынок мы получим медвежий рынок на 24 месяца и когда мы определяем то на что похож и то чем является 4-летний цикл итак в заключении понимаю это 30 минутное видео а я вам реально не сказал ничего чтобы вы не знали или того что вы не прошли за 4 года просматривая эти видео но стадия осведомленности прямо сейчас это стадия когда все кругом начинают реально верить в нарратив бычьего рынка и тогда мы начинаем видеть ускорение и распространение а также все больше новостей в медиа и больше внимания в целом и вот когда более часто начинает происходить волатильность одновременно с этим становясь более сильной так что ваша роль попросту если вы решили зайти на определенный объем или же на весь ваш портфель используя такую стратегию стратегию активного ходлера не являющаяся чистым ходлингом это не инвестирование где вы более активны а наша стратегия вынуждает делать лишь несколько действий минимальный выбор действий на экстремальных точках рынка на минимумах на максимумах или надеюсь как можно ближе к максимумам и в этом и есть ваша роль а в промежутке ваша роль заключается в прогулках по парку игре с детьми общение с друзьями или чтение книг еще большего изучения по крайней мере того что связано с инвестированием это должен быть подход большого невмешательства и чтобы действительно не вмешиваться вам действительно нужно поместить вашу голову в правильное русло если вы снова начнете смотреть на прибыль если будете обновлять цену и будете видеть бычьи позитивные действия когда все начинают трейдить все эти альткоины NFT и все остальное я не говорю что вам не нужно этого делать я знаю что многие это делают и я немного торгую но вы обязаны это разделить вы обязаны отделить свое мышление и разделить физически ваши учетные записи на две одна стратегия подразумевает практически отсутствие действий на очень большой период времени и если вы хотите поиграться конечно же это делайте но делайте это с другим подходом в мышлении вы должны сопротивляться желанию выделения средств из вашего успешного портфеля вашей биткоин ходл стратегии сопротивляться ликвидировать или продать позицию чтобы пойти и купить больше этих замечательных вещей на которых вы думаете многие делают большие деньги это не так таких единицы а большинство из них оббирают по мере того как они заходят на локальных вершинах а затем подвергаются ликвидации и за торговле с плечом вы обязаны этому желанию сопротивляться медленное но верное движение по данной стратегии подтверждает то что вы сможете добраться и доберетесь до желаемого результата с гораздо большим спокойствием так что с учетом сказанного и перевалив за 35 минут видео желаю вам замечательных каникул отличного вам дня благодарения особенно если вы в США и конечно вероятно следующее видео не выйдет раньше января так что желаю вам отличных праздников счастливого Рождества счастливого Ханука и так далее спасибо большое спасибо за то что были со мной буду признателен если поделитесь этим видео и это было отличное веселое время давайте продолжать веселиться и оставаться в позициях желаю вам всего лучшего а я ухожу из Station 3 в Нью-Йорке Боб Лукас всего наилучшего Субтитры